Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Учетная запись гостя в Windows даст возможность использовать компьютер другим пользователям, но ограничить возможности в его использовании. Такие пользователи не смогут устанавливать и удалять программы, вносить изменения в настройки системы, устанавливать дополнительное оборудование, а также открывать приложения из магазина Windows 10. Еще в гостевом режиме нет возможности открывать стандартные папки других пользователей, такие как документы, изображения, музыка, видео, загрузки и рабочий стол. В Windows ниже 10 версии включить встроенную учетную запись гостя можно зайдя в панель управления, учетные записи пользователей, добавление и удаление учетных записей пользователя. И здесь выбрал учетную запись гостя, просто нажать включить ее. А вот в Windows 10 такая возможность отсутствует, в ней можно создать простого локального пользователя. А вот пользователя с правами гостя нельзя включить ни через панель управления, ни через параметры компьютера, но если даже вам удалось это сделать, она не будет отображаться при входе в систему. Итак, для активации учетной записи гостя нужно запустить команду и строку, для этого в поиске пишем cmd и запускаем ее от имени администратора, здесь вводим следующую команду, после чего учетная запись появится в меню пуск, но если попытаться открыть ее, при следующем входе она не будет отображаться. Чтобы это исправить нужно изменить настройки групповой политики, для этого в поиске пишем gpedit.msc и запускаем его. Этот редактор доступен в Pro и Enterprise версиях. Далее переходим по пути. Конфигурация компьютера, конфигурация Windows, параметры безопасности, локальные политики, назначение прав пользователя. Справа ищем запретить локальный вход и в открывшемся окне удаляем гостя. Теперь учетная запись гостя активирована. После перезагрузки Liria Logo она появится в списке пользователей при входе в систему. Еще один способ это создать локального пользователя и ограничить его только правами гостя. Для этого запускаем командную строку от имени администратора. Далее вводим следующую команду. Она создаст нужного пользователя. Затем нужно удалить текущего пользователя из всех групп, в которые он входит, чтобы изменить его права. Вводим следующие команды, Девизитор, имя пользователя которого мы создали. Теперь нужно добавить пользователя в группу гостя. Для этого вводим команду. Все, пользователь с правами гостя создан. Теперь под ним можно заходить в систему. Также можно добавить гостевую учетную запись через меню локальные пользователи и группы. Для этого в поиске пишем luser.mgr.msc и запускаем его. Если поиск не дал результатов, ваша версия операционной системы не поддерживает этой функции. В открывшемся окне выбираем пользователи, дополнительные действия, новый пользователь, указываем имя и если нужно пароль, а затем создать. Далее открываем созданного пользователя и во вкладке членство в группах здесь все удаляем. После добавить, дополнительно, поиск, выбираем гости и жмем ОК. Все, пользователь с правами гостя создан. При первом входе система попросит установить пароль на эту учетную запись. Чтобы оставить ее без пароля, просто нажмите на стрелочку в окне подтверждения пароля. Установить пароль созданных учетных записей можно, зайдя в панель управления. Найти ее можно в окне поиска. Затем учетные записи пользователей, управление другой учетной записью, выбрать пользователя и нажать создать пароль. Далее указать пароль, подтверждение и подсказку. Вот и все, пароль создан. Теперь рассмотрим, как удалить такую учетную запись. Чтобы сделать это, нужно в командной строке ввести ту же команду, что и при активации. Только в конце написать «No» или же с помощью команды netuser-visitor-delete, где visitor – имя пользователя которого мы создали, а также в меню локальные пользователи и группы. Просто кликнув по нужной правой кнопкой мыши и выбрав «Удалить» или же через панель управления, учетные записи пользователя, управление другой учетной записью, выбрать ту, которую нужно удалить и нажать «Удаление учетной записи». Вводя в учетную запись гостя, вы заметите некоторые нюансы. Первый – это появление сообщения о том, что, к сожалению, OneDrive невозможно использовать с учетной записью гостя. Для решения этой проблемы нужно будет просто убрать OneDrive из автозагрузки. Жмем правой кнопкой по значку «Параметры» и во вкладке «Параметры» нужно снять отметку напротив «Автоматически запускать OneDrive при входе Windows». А второй – плитки в меню «Пуск» будут иметь вид стрелки вниз. Это причина того, что в гостевой учетной записи нельзя устанавливать приложение из магазина. Просто нужно будет открепить все подобные плитки из меню «Пуск».